Здравствуйте, друзья. В эфире канал Нью Рашворд и с вами я, Юрий Гимельфов. Заявляю вам, дорогие друзья, со всей ответственностью, Владимир Владимирович Путин гений. Однозначно и даже не уговаривайте. Честный. Старик прямой. Я говорю правду в глаза, даже если она неприятна. Я ведь, Ваше Величество, стоял тут все время, видел, как вы, грубо говоря, встаете, слышал, как вы, откровенно говоря, смеетесь и так далее. Позвольте вам сказать правду, Ваше Величество. Позвольте вам сказать прямо, грубо, по-стариковски. Вы великий человек, государь. Почему я сделал такой вывод? Все просто. Потому что Владимир Владимирович может совершить невозможное. Вот то, чего вообще в принципе совершить нельзя. А именно, Владимир Владимирович умудрился разругаться с Германией. Но это додуматься надо. А дело-то в следующем. Тут-то на сайте Министерства иностранных дел России сказано, что власти России объявили об введении санкций против немецкой медиакомпании Deutsche Welle. Вы что думаете, я фантазирую? Ничего похожего. Да вот вам, пожалуйста, это сообщение на сайте Министерства иностранных дел. Ссылочка дана в описании. Вы можете с ним ознакомиться. Но суть заключается в следующем. Это ответная мера за то, что в Германии запретили вещание телекомпании Deutsche Welle. Это, так сказать, ответная мера. Ну, вот тут, честно говоря, я на это вот на все смотрел и не могу понять, вот чего этим добились. Ну, это же просто откровенный идиотизм. Ну, вот смотрите, во-первых, как заявил генеральный директор Deutsche Welle, что несмотря на запрет, несмотря на то, что это никто не понимает, Петер Лимбург, гендиректор Deutsche Welle, он сказал, что вещание на Россию и освещение российских событий, оно будет продолжаться. И игнорировать то, что происходит в стране, никто не будет. Цитата. Даже если нам в итоге придется закрыть карпункт в Москве, мы будем освещать события в России и делать для этого все больше. Больше я вам скажу, что запрет Deutsche Welle в России, он вызвал бурю возмущения в самой Германии. То есть сейчас это все в Германии просто реально возмущены происходящим. Вот объясните мне, я может пойму. Вот это же действительно надо на бильярдном столе найти яму с дерьмом и в нее же и вляпаться. А вы на ровном месте, на бильярдном столе можете яму за мной найти и в ней утонуть. Самый, в общем-то, лояльный член Евросоюза. Самый сильный член Евросоюза. Ну, можно сказать, почти союзник России. Германия. И вот на ровном месте взять и разругаться в дрыск. Вы понимаете, это вот объяснению уже не поддается. И одновременно с этим, вы понимаете, вот это называется остановиться уже не могут. Уже в Евросоюзе происходит кибератака на что? На портовые терминалы. И киберпреступники требуют выкуп за доступ к зашифрованным данным. Это сообщил представитель прокуратуры Антверпена. И что вот это? Вот зачем это нужно было делать? Вы понимаете? Вот здесь уже никакой логики в действиях Кремля не просматривается вообще в принципе по определению. Вы знаете, я уже давно перестал понимать какую-то логику. Это ведь не просто разругаться со всем миром. Это выставить Россию, ну, откровенным пугалом. При этом закрывая глаза на то, что происходит сейчас в Грозном. Когда это действительно вот какой-то натуральный чеченский Талибан в стране, которая в 21 веке позиционирует, по крайней мере, себя как европейскую страну. И вот этот Талибан мы наблюдаем в регионе, который якобы называет себя частью Российской Федерации. И вот возникает вопрос. Вопрос вполне закономерный. Для чего это надо? И даже вот это то, что вы сейчас видите, это же не отдергивается. Даже нет никаких попыток, ну, навести хотя бы элементарный, маломальский порядок. Ну, просто чтобы даже хотя бы вели себя хоть чуть-чуть потише. Нет, этого не делать. И даже не пытаются сделать. Ну, ребят, вот меня вот довольно часто упрекают в том, что я русофоб. Хотя это не так совершенно, не так обстоят дела. Но вы понимаете, что вы, ребята в Кремле, вы русофобами делаете. Весь мир, потому что весь мир смотрит на эти ваши художества. Весь мир пытается понять. Они там вообще, что, с ума уже окончательно посходили. Всей стороной, что ли, съехали с катушек. Что они творят? Для чего они творят? Какую практическую выгоду они из этого могут извлечь? Никакой. Совершенно никакой. Так, ребята, вот после этого я задаю вполне естественный вопрос. А хорошо, вот даже сейчас, если вдруг совершится чудо, прилетят инопланетяне, излечат Владимира Владимировича от его, ну, назовем мягко, ментального нездоровья, и Владимир Владимирович начнет вести себя по-человечески. Вы что же думаете, что вот это единство Запада перед лицом вот этой натуральной российской угрозы, он сойдет на нет? Вы поймите, что вот когда мы видим совершенно безумные действия Кремля, когда практически эти действия деструктивны и направлены на то, что Путин пытается разрушить вообще все, всю систему международной безопасности, всю систему международных отношений. Вы что думаете, что это остановится? Понимаете, проблема-то вся состоит в том, что вот это безумие, оно видно всем, как внутренне, так и внешне. Вот в чем это, вот в чем проблема. И вот это противодействие российскому натуральному беспримесному безумию, оно будет теперь только набирать обороты. Даже если предположить, что завтра Владимир Путин отойдет от дел, ну, к примеру, по естественным биологическим причинам, ибо все мы смертны, то вы что думаете, что с новым правительством в России будут в десна, что ли, целоваться? Да ничего подобного. То, что натворил Владимир Путин за последние восемь лет, начиная от захвата Крыма и заканчивая вот последним уже феерическим безумием, это исправлять придется десятилетиям. Вы считаете, я сгущаю краски? Боюсь, что нет, друзья. Боюсь, что здесь речь пойдет именно о десятилетиях, которые понадобятся на исправление вот то, что сейчас натворим. И, уверяю вас, легким этот процесс никак не будет. Впрочем, я же, как всегда, напоминаю, выводы делать только вам. Подписывайтесь на канал Нью-Рашворд. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok